Российская общественность продолжает внимательно следить за новостями о состоянии здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. Накануне он почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего регулярный рейс из Томска в Москву. Авиалайнер совершил внеплановую посадку в аэропорту города Омска. Здесь политика экстренно доставили в отделение реанимации городской больницы скорой помощи. Медики сообщили прессе, что пациент находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Подробности диагноза уточняются, поскольку медицинские работники ограничены законом о врачебной тайне и не имеют возможности разглашать детали заболевания, в новостных источниках публикуются разноречивая информация. Вскоре после госпитализации появились сведения, что у Навального начался отек мозга. Но затем заключение врачей частично опровергло эти данные. Структурных изменений головного мозга не выявлено. Умеренный отек слизистой, сказано в документе. Одной из возможных причин тяжелого состояния политика по-прежнему остается отравление неизвестным токсином. Медики не исключают эту версию, но допускают и другие варианты развития событий. Как отмечает пресс-секретарь политика Кира Ермыш, в день отлета Навальный ничего не ел, не принимал никаких таблеток, и только в кафе аэропорта он выпил стакан черного чая. Инсайдеры предполагают, что в чай могли добавить неустановленный препарат циходислектик. По факту инцидента начато расследование. Политолог Александр Солоков поделился собственными домыслами относительно случившегося. Возможно, Навальный накануне махнул пару стаканов самогонки, но мы не знаем ничего о ее качестве. Вероятно, там были какие-то примеси. Или продукт был сделан некачественно. Тут накладывается еще один момент. Последнее время Навальный был в депрессии. Он выпал из повестки, им никто не интересовался. Все переключились на Белоруссию. Поехать за границу тоже нельзя. Ковид разрушил планы на отпуск. Поэтому Навальный мог принимать антидепрессанты. Или снотворное. В совокупности с некачественным деревенским алкоголем они могли дать такую реакцию, цитирует мнение сомнительного эксперта «Комсомольская правда». А между тем, соратникам Алексея Навального удалось найти способ вывезти его на лечение за границу. По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию, сообщили сотрудники фонда Синмафо Пис. Готовность принять оппозиционера подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель. Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать, заявила она. Однако пока разрешение врачей на транспортировку пациента не получено. Решение будет принимать консилиум специалистов.